Александр Захаров впервые сел за руль четверть века назад. Это была мечта детства, рассказывает Александр, с трепетом вспоминая свой первый автомобиль. Отцовский москвич. Восторг. Какие годы были. Машин вообще было мало. Молодой человек на машине катался. Редкость была в те годы. Сегодня он опытный водитель, однако не устает повторять, что дорога это не место, где стоит показывать свой авторитет. Вне зависимости от стажа вождения важно сохранять внимательность и уважать всех участников дорожного движения, которых в последнее время стало в разы больше. По официальной статистике за последние пять лет количество легковых авто в России увеличилось и составило 337 на 1000 человек. Такие же показатели в Венгрии, Латвии и Южной Корее. Андрей Антипов за рулем вот уже 50 лет. Говорит, машина уже стала частью его самого. За долгие годы успел прокатиться на всех марках машин. Изъездил всю страну и на большегрузах. А началось все с сильного желания сесть за руль. В армии. Тогда ему отказали, но врагу не сдается наш гордый варяг. Андрей оббил все пороги и в итоге добился того, чтобы его взяли шофером. Так началась его история как водителя, которая продолжается и по сей день. Сейчас уже все автоматически происходит, даже не думаешь ни о чем. Просто сел, как второе тело что ли твое. Все, каждая рука, каждая нога, все что-то выполняет в своей функции. Все привычно, все нормально. Даже знаешь, вот ездишь по дороге, знаешь, что сделала сейчас впереди идущая машина, что она может сейчас выкинуть, какой фортель. В последнее воскресенье октября в России празднуют День автомобилиста. Поздравлять водителей начали еще в СССР. В 76-м году Президиум Верховного Совета Советского Союза издал указ о Дне работников автотранспорта. Документ стал ответом на обращение граждан, в котором те выразили сожаление по поводу отсутствия у советских шоферов своего профессионального торжества. В 80-м празднику простили и назвали Днем автомобилиста. В этот день поздравления получают как те, для кого вождение автомобиля – это работа, так и любители, которые без железного друга не представляют жизни. Мария Левина, Николай Сидоров, События.